В Краевическом музее открылась выставка «Народный мастер», и на которой представлены произведения прикладного творчества 200 мастеров из 28 районов Новосибирской области. Экспозицию составили из 500 предметов, сделанных из различных природных материалов, в том числе из дерева и глины. Выставка связана с промыслами, где представлены два материала – это керамика и дерево. Дерево – это долбление, роспись по дереву, лобзик и глина. Все представленные работы сделаны не только индивидуальными мастерами. Здесь есть работы домов народного творчества и школ искусств, в которых занимаются и дети, и взрослые. Каждый выставочный экспонат показывает, какое направление народного творчества больше всего развито в каждом районе нашей области. Например, Ордынская роспись стала узнаваемым брендом Ордынского района, а в Машково, благодаря преподавателю школы, очень развита резьба по дереву лобзиком. Есть такой преподаватель Семенов Алексей Федорович, он занимается уже много лет. Больше 30 лет он занимается с детьми с определенными дефектами развития. Именно учит их за счет этой мелкой моторики, выпиливанием лобзиком, развивать свою деятельность. У него там существует очень много его учеников, у него разработана своя методика. Экспозиция разнообразна, каждая работа индивидуальна и поэтому интересна. Особое внимание привлекают глиняные игрушки, выполненные в различных направлениях и техниках. Костромская, Гжель, Ивановская. Это не просто фигурки людей и животных, а целые композиции и сюжетные сценки. Начиная от имели на печи, рыбаков с уловом и заканчивая влюбленными котами. Особое место на выставке уделено лодке-долбленке. Подобную вещь делает единственная семья во всей области. Село Юрток-Балык, это единственное село осталось, где как раз овладеют вот этой техникой долбления лодки из кленового, из осиновых деревьев. То есть там вот эта методика сохранилась в одной семье. Уникальность в том, что эта лодка сделана под тем традициям, которые характерны были для чауских татар и по сути дела является традиционным предметом для нашего региона. Выставка «Народный мастер» наглядно показывает, что народные промыслы сохраняются и передаются молодому поколению, а также говорит нам о том, что прекрасное всегда рядом. Стоит только разглядеть носорога или буйвола в лежащей на берегу коряги, представить, что обыкновенная солома может стать самоваром, а из глины вообще можно сделать много интересных вещей. Но самое главное, творчеством можно заниматься в любом возрасте.